Привет, друзья! Вы на канале kuk.ru. Я Андрей. Сегодня говорим про новинку конца 2019 года. Это Samsung Galaxy A20 с приставочкой S. Сейчас расскажем, что к чему посмотреть, сколько этот смартфон стоит. Galaxy A20s можете по ссылке под видео. В магазине kuk.ru приятные цены. И именно поэтому я вам сейчас рекомендую взять и перейти еще по ссылкам под видео, но уже не на 20s, а на какой-нибудь Galaxy A50 и A30 или A30s. В общем, не пыльнитесь и сходите. У нас в магазине приятные цены и 3 года гарантии. Купить можете прям сегодня. Курьер даже к вам приедет. Честно говоря, изменения не всем понравятся. Во-первых, здесь остался такой же большой дисплей. Далеко ходить не стали. Оставили такую же батарейку на 4000 мА. Поставили уже тройную камеру. У A20 обычного это двойная камера. Здесь IPS-дисплей, здесь процессор Snapdragon и здесь нет NFC. На самом деле, последнее вызывает больше всего вопросов. С точки зрения внешнего вида Samsung вообще ничего не стали. По сути, меняет сзади пластиковый глянцевый корпус остался. Отпечаток располагается сзади. Здесь же тройная камера, чуть-чуть совсем выступающая над корпусом. Снизу разъем под наушники. USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки. Единственный динамик. Слева полноценный слот под две симки и карту памяти. Поэтому не придется убирать. Справа кнопка включения. Слева качелька управления громкостью. И сверху, собственно, дополнительный микрофон. Все на месте. Хотя, честно говоря, мне, когда я взял этот смартфон в руки, было немножко неудобно место положения кнопки включения блокировки. Потому что она чуть-чуть выше расположена, чем обычно. И по привычке я взял смартфон в руки. Опа! А под пальцем этой кнопочки нет. Смартфон большой, надо признать. И вес у него достаточно солидный. Почти 200 грамм. На самом деле, это тоже последствия отказа от Amoled. Потому что с Amoled смартфоны тоньше и, как следствие, легче. По традиции, в комплекте чехольчика здесь нет. Учитывая глянцевую заднюю крышку, очень рекомендую чехол сразу приобретать. Потому что расцарапается это все прям очень быстро. И отпечатками тоже покрывается, честно говоря, тоже очень быстро. Зато вот лицевой стороны все приятно и хорошо. Аккуратный вырез под селфи камеру. Небольшие отступы по бокам, но вот снизу подбородок нам уже хорошо знакомый по как раз прошлогодним A20, A30 и A50. Экран огромный. 6,5 дюймов. Разрешение, напоминаю, HD+, всего лишь. Хотя, в целом, качество вопросов не вызывает. Конечно, если поприсмотреться, то пиксели, какие-то неровности, шрифтов выглядеть можно. Но, в принципе, мне понравился экран с точки зрения запаса по яркости, как вверх, так и вниз. И да, конечно, это не Amoled. И для многих это станет... Для многих это станет минусом. Для кого-то, кстати, это станет плюсом. Потому что Amoled не все переносят. И, опять же, у Amoled есть серьезный минус. Если его разбить, то, в принципе, надо покупать уже новый смартфон. Цена его замены такая, не низкая. Огромный, качественный дисплей. За это все равно ставим плюс. А вот с точки зрения производительности, по сути, Galaxy A20s остался на том же самом уровне, на котором был и A20. A20s это открывающий такой средний класс или верхнебюджетный. Процессор в данном случае здесь Snapdragon 450. Противной памяти здесь 3 или 4 гигабайта на выбор. Но, в принципе, на самом деле, вот как смартфон, как повседневная рабочая лошадка, выполняет свои функции на 5 с плюсом. Все открывается шустро, плавненько, сильно не подтормаживает. Оперативки тоже хватает. Свободно здесь после старта, я в руках держу версию на 3 гигабайта, чуть больше гигабайта. То есть поставится разное приложение, будет оставаться на гигабайт 600, но жить с этим можно. В принципе, и поиграть на этом смартфоне тоже получится. Простенькие игрушки, понятно, вы пойдут без вопросов. Что касается более сложных, какой-нибудь Out of Tanks, PUBG, Call of Duty и так далее. В принципе, на этом смартфоне можно играть и на средних настройках, но количество кадров в секунду достаточно низкое. То есть могут быть подергивания, поэтому комфортно здесь играть все-таки на низких настройках. Решение откровенно не игровое, тем не менее, в принципе, в целом производительность этого смартфона, учитывая, что это все-таки, наверное, больше в моих глазах рабочая лошадка, я оцениваю, ну, на уверенную четверочку. Зато с батарейкой полный порядок. Батарейка на 4000 мА, заряжается все это через USB Type-C, есть быстрая зарядка. И, несмотря на большой экран, смартфон действительно можно назвать таким приличным долгожителем. К концу вечера у меня оставалась достаточно при активной эксплуатации. То есть я сидел на интернете, играл в игрушки, оставалось процентов 30 заряда. Для большинства людей действительно смартфона хватит где-то дня на полтора-два. Причем наличие быстрой зарядки дополнительный плюс. Смартфон заряжается за полчаса практически на 50%, что хватит вам, скорее всего, уже на один день, если бы не гонять. А при тесте видео на максимальной яркости здесь, конечно, смартфон сильно подыграет AMOLED. Но, тем не менее, Galaxy A20s продержался в районе 10 часов в тесте на максимальной яркости просмотр YouTube-видео. Что касается камеры. Селфи-камера здесь на 8 мегапикселей. Про нее сильно хорошего, но так и сильно плохого, пожалуй, искать не могу. Не хватает немножко цветов, не хватает детализации. Есть, кстати, широкоугольный большой режим. Есть возможность, в том числе и портретный снимок реализовать, то есть с размытием заднего плана. Но камера одна, поэтому могут быть некоторые дефекты. Но в целом селфи-камера неплохая. Вот неплохая такая, но верно, четверочка с минусом, наверное, за эту цену. А основная камера аж тройная. Это серьезное отличие от Galaxy A20. Там была двойная камера. Здесь модули на 13 мегапикселей основной. Второй вспомогательный для портретных снимков на 5 мегапикселей. И широкоугольный, который ставит сейчас Samsung почти везде, на 8 мегапикселей. На деле за широкоугольную камеру отдельный плюсик, потому что снимки получаются действительно эффектными такими. Но основная камера, на самом деле, как у меня возникло впечатление, что особых отличий от A20 смартфон не получил. Смартфон хорошо снимает, прилично, в условиях хорошего освещения, на свету, днем на улице и так далее. Действительно натуральные цвета, нормальная детализация. Звезд с неба смартфон не хватает. Тем не менее, снимает он вполне себе неплохо. Более того, ожидать можно на этот смартфон выход полноценной Google камеры. Сейчас, в начале ноября 2019 года, в момент съемки обзора, я рабочего порта на этот смартфон не нашел. Точнее, есть, конечно, но работает явно некорректно, потому что качество иногда даже хуже становится, чем при съемке на стоковую камеру. Но, в принципе, за эти деньги камера уже снимает вполне себе неплохо. Ночью, вечером и так далее. Смартфон снимает, конечно, намного хуже. Здесь режима ночи нету. Можно попробовать как-то поиграться с ручными настройками. Но, в принципе, от этого смартфона другого-то и не ждал. По части видео смартфон пишет видео в Full HD, стабилизации нету, даже электронной. В принципе, на самом деле, если не брать отсутствие стабилизации, смартфон пишет, на удивление, неплохое видео. Можно поставить дополнительный плюсик. Со звуком никаких сюрпризов. Есть разъем под наушники, можно поменять звучание в самой системе. Динамик здесь один, и громкость его, кстати, весьма такая приличная. Я говорю, в первую очередь, про вызывной динамик. Голосовой динамик показался несколько тиховат. Хотелось бы погромче, но, в принципе, с этим, если у вас нет проблем со слухом, то собеседника услышите нормально. По связи нету поддержки Wi-Fi 5 Гц, есть поддержки двух сим-карт одновременно с картой памяти, и NFC здесь, в этом смартфоне, тоже удалили. Отсутствие NFC, это, наверное, один из главных неприятных сюрпризов, которые мы получили от Galaxy A20s. Зачем он был убирать, я, честно говоря, не особо понимаю. Действительно, многие именно А-линейку рассматривали, в том числе и за наличие NFC, в дополнение ко всем остальным плюшкам. По прошивке смартфон работает на операционной системе Android, сейчас это Android 9 версия, оболочка от Samsung One UI 1.1. Будет ли обновляться до One UI 2 версии, пока непонятно. Официальной информации по этому смартфону нету. Но функционал прошивки уже хороший, я уже говорил, есть возможность скриптировать кнопки, менять местами управление отстойной температуры экрана, темная тема, можно скачать вообще темы оформления на смартфон, другие. Функционал прошивки хороший, вопросов за время использования, там, в несколько дней к этому смартфону вообще не возникло. Есть возможность, в том числе, этот смартфон блокировать при помощи лица, помимо отпечатка пальцев. Работа не очень быстрая, потому что блокировка идет по селфи-камере и в темноте требуется подсветка, но для кого-то это будет важным плюсом. В принципе, вопросов в прошивке вообще никаких нет. Позвольте итог по поводу Galaxy A20s. Моделька стала, по сути, небольшим таким маркетинговым ходом. Добавили третью камеру, которая, по сути, не изменила качество при этом снимков. Убрали AMOLED дисплей в пользу IPS и убрали NFC. На самом деле, вот отсутствие NFC для меня стало, наверное, самым неприятным сюрпризом в Galaxy A20s, потому что, если абстрагироваться от этих сравнений AMOLED, не AMOLED, батарейка какая лучше, какая хуже, то, честно говоря, A20s, как и A20, это отличный смартфон в плане огромного дисплея, качественного дисплея. Там AMOLED, здесь IPS и, в принципе, здесь хорошо, когда есть выбор. Камера, в принципе, снимает точно так же, с автономностью у A20s тоже все очень хорошо, хотя и чуть-чуть похуже, чем у A20. Проразводительность, в принципе, у смартфонов тоже одинаковая. Вот отсутствие NFC, конечно, для многих станет дополнительным плюсом в пользу выбора A20 или A30 или A30s, там, допустим. Но, честно говоря, все равно, если встать на сторону A20s, то для многих этот смартфон станет достаточно неплохим выбором. Например, для тех, кому NFC не нужен, такие люди все равно у нас присутствуют. Смартфон получился действительно неплохим, такая типичная рабочая лошадка. Единственное, что, напоминаю, пластик, задняя крышка, поэтому сразу рекомендую. Если этот смартфон решите приобрести, поведетесь на его классный дисплей, неплохую тройную камеру, то покупайте сюда сразу чехольчик. Ну и, конечно, посмотреть, сколько A20s сейчас стоит, или A20, или A30, или A50. A50 вообще, как-то, лучший фаворит, наверное, в среднем классе от компании Samsung. Можете по ссылке под видео в магазине kuk.ru. Я это однозначно рекомендую сделать, у нас приятные цены, быстрая доставка, 3 года гарантии. Ну и, конечно, если остались вопросы по данному смартфону, или хотите поделиться своим опытом использования, то всех жду в комментариях под этим видео, там пообщаемся и поспорим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok